Фортуна, лотерея или как стать миллионером, не напрягаясь. Лидер радикалов Олег Лешко, оказывается, выиграл в лотерею. Об этом сегодня сообщило издание «Украинская правда». И повезло политику не один раз, а целых три. И в общей сложности он сорвал куш в полмиллиона гривен. Случилось это чудо в прошлом году, но в электронной декларации проявилось только сейчас. Причем вся эта история сразу же начала напоминать детектив, поскольку проверить, задекларировал ли Лешко свою удачу или нет, было невозможно. Долгое время сайт НАПК был недоступен. В агентстве даже заговорили о возможной хакерской атаке. Все подробности этой радикальной удачи в нашем материале. Баловень судьбы, джентльмен удачи и герой спорт лото 2017, как только не называли сегодня на просторах интернета лидера радикалов Олега Лешко. И причина этому изменение в декларации. Лешко, как оказалось, трижды выигрывал в лотерею. И не каких-то там 15 гривен на новый билет, а больше полумиллиона. Журналисты, бизнесмены и политики сразу же начали обсуждать это в соцсетях. Редактор «Украинской правды» Сегвиль Мусаева написала, ждет, пока политик клад отыщет, и добавила, от создателей 10 способов легализовать доходы. Журналист страны ЮЭД Денис Рафальский и вовсе подозревает, что в Верховной Раде хранится секрет выигрышей в лотерею, которой посвящают депутатов сразу после присяги. Другая журналистка Наталья Соколенко возмутилась, что подобным образом объяснять источники своего богатства можно разве что в Зимбабве. А вот нардеп Сергей Каплин назвал выигрыш Ляшко очередной декларационной аферой и добавил, что обратится по этому поводу в антикоррупционные органы. Я официально заявляю, что наша политическая сила, социалистичная партия Украины, головой которой я есть, вбачает в этом плату Ляшко за его ганебное и антинародное голосование, за медичную реформу, вбивчую пенсионную реформу и будущие голосования за бюджет, который уряд уже внес на рассмотрение Верховной Ради Украины, которая тоже абсолютно антисоциальна. Другая, мы возвращаемся к НАБУ и НАЗК, чтобы они внимательно выучили и расследовали, каким образом государство, в особе влады, до которой Ляшко имеет непосредственное отношение, в такой аферистичный способ отмазала Ляшка от ответственности за порушения, вимог декларирования. Сам же Ляшко заявил, что выиграл полмиллиона гривен даже не в лотерею, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов. И добавил, выигрыши были анонимными, однако он, как добросовестный гражданин, решил не скрывать дополнительный доход. Проверить это невозможно, ведь национальная лотерея, в которой и повезло радикалу, не имеет права разглашать информацию о выигрышах без согласия игроков. Но такая якобы честность нардепа случай единичный. Напомню, главный радикал Украины, который то и дело катается по селам и фотографируется с коровами, отдыхать предпочитает далеко от родной страны. Остров Капри, Испания, Хорватия, Австрия и Таиланд далеко не полный список мест, где Ляшко появляется без вилл в руках. По подсчетам журналистов, за последние три года лидер радикалов приобрел недвижимость и землю более чем на 20 миллионов гривен. Еще в июле в САПе против него открыли два уголовных дела за неуплату налогов и покупку элитного дома. Речь идет о шикарном имении площадью 500 квадратов в Кончезаспе стоимостью 15 миллионов гривен. Но вот откуда взял на это деньги, Ляшко объяснить не смог. По данным журналистских расследований, это далеко не единственная покупка депутата за последние два года. Как утверждают СМИ, Ляшко приобрел 13 земельных участков под Киевом, оформив их на родственников. Активы депутатской семьи пополнились и тремя квартирами по 100 квадратов в самом центре столицы, элитном доме на улице Коновальца. Стоимость этой недвижимости больше миллиона долларов. Все эти покупки радикал сделал не сам, а через родственников. И в его декларации об этом ни слова. И лишь вечером в нациоагентстве по противодействию коррупции подтвердили, что Олег Ляшко действительно внес изменения в свою декларацию. Почему для этого понадобилось более пяти часов, непонятно. Тем не менее, в НАПК уже пообещали, что проверят и доходы, и расходы главного радикала. Я напомню, ранее Олег Ляшко позиционировал себя как ярый борец игромании. Он собственноручно громил в нелегальных клубах игровые автоматы, причем в нескольких регионах Украины. И делал это не единожды, практически всегда в сопровождении камер, отчитывая при этом как собственников одноруких бандитов, так и тогдашних милиционеров. Давайте вспомним, как это было. Ни хто не рае, и все эти заклады, где выбирают наши семьи, наших детей, наших женок, позакрываем. Давай соберем все деньги, раздамо, жінка. Раздамо. Всех там в зале, дотрима, всех, пожалуйста. О, сколько грошей тут, а?